Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 19 сентября, начало новой торговой недели, которую мы с таким нетерпением ждали. Приступим к рассмотрению основных фундаментальных событий, которые нас ожидают на предстоящей торговой неделе. Рассмотрим технические уровни поддержки и сопротивления, которые будут актуальны в течение текущих дней. Начнем с небольшого обзора того, что происходило на прошлой неделе, чтобы опять же понимать, на что мы можем рассчитывать в дальнейшем. Прежде всего нужно отметить пятничный рост доллара США по отношению к основным валютам. Это было следствием положительных данных по инфляции из США. Также нужно отметить, что наиболее слабой валютой на прошлой неделе, пожалуй, был британский фунт. Который просел все-таки сильнее своих основных конкурентов. Помимо этого, были довольно негативные новости из Европы. Что также произвело определенный эффект на поведение, прежде всего, евро. Во многом пятничные данные, как отмечают многие эксперты, отражают и те предпосылки, которые будут следствием заседания ФРС в текущую среду. И все-таки наше мнение, мы уже говорили об этом и в ходе брифингов на прошлой неделе, оно на сегодняшний день не поменялось. Мы считаем, что изменение ставки ФРС все-таки не произойдет именно на текущем заседании. И также говорить о том, что возможно повышение в декабре, хоть и можно, и во многом выборы повлияют в США на возможность и вероятность такого изменения. Но также это выглядит довольно-таки маловероятным. Поэтому, опять же, если мы говорим о 21 сентября, то есть о текущей среде, когда состоится заседание ФРС, нужно быть, конечно же, готовым к тому, что будет повышенная волатильность. Но это отнюдь не будет означать, что мы по факту увидим какие-то неожиданности и изменения самой процентной ставки. Теперь подробнее поговорим о том, что нас ожидает на текущей неделе, опять же, помимо уже озвученного заседания ФРС. Прежде всего, если мы говорим о сегодняшнем дне, то я думаю, что нас более всего пока интересует, учитывая, что мы строим прежде всего свои торговые планы на текущий торговый день. Нужно отметить то, что сегодня довольно слабый новостной фон. Вы, просматривая календарь экономических событий, не увидите там каких-то значимых публикаций. Это позволяет рассчитывать на технический анализ, что мы и советуем сделать именно сегодня. Сегодня, когда не ожидается каких-то новостных сильных движений, больших свечей, вряд ли так и будет. Если, опять же, не будет каких-то неожиданностей, что в целом вряд ли возможно. И еще раз, если мы исключаем на сегодня какие-то непредсказуемые, совсем уж неожиданные события, может быть выступления глав ЦБ, либо какие-то комментарии, может быть новостные. Если всего этого не будет, то из запланированных событий сегодня также особой важностью никакой из них похвастаться не может. Поэтому мы призываем рассчитывать на технический анализ. Мы чуть далее, в конце нашего сегодняшнего брифинга, обсудим основные технические уровни, основные перспективы и возможные сценарии поведения по главным валютным парам, а также по сырьевым товарам, по золоту и нефти. Поэтому сегодня отличный день для использования технического анализа. Построить все уровни поддержки и сопротивления. Фигуры графического анализа стыковые вы обнаружите. И, конечно же, приоритетно, как всегда, торговля по направлению основного тренда. Опять же, технические особенности и технический анализ давайте оставим на завершающую часть нашего сегодняшнего занятия. Точнее, брифинга. Если мы говорим о событиях вторника, то прежде всего здесь нужно сделать небольшую ремарку. Мы уже отмечали, что существует каждый квартал такой двухнедельный цикл, когда собираются все основные центральные банки, их представители на свои заседания и принимают решения по поводу процентной ставки. И вот как раз-таки прошлая неделя ознаменовалась началом этого цикла. То есть мы уже видели, как произошел ряд заседаний центральных банков, в том числе и в России. Мы, кстати, об этом тоже сейчас далее поговорим. А на этой неделе будет продолжение этого цикла. И мы можем говорить о том, что прежде всего уже завтра, во вторник, в Австралии будет публикация протокола заседания денежнокредитной политики происходить, что заставляет проявить особую внимательность именно к австралийскому доллару. И отнюдь не исключены довольно сильные движения именно завтра, то есть во вторник. Также говоря о новостном фоне вторника, нужно отметить разрешение на строительство новых домов по США, а также объем строительства новых домов. Обычно эта новость не оказывает такого влияния на рынки, как скажем, non-farm payrolls, либо решение по ставке. Но все-таки волатильность может быть повышена в этот момент. В 15.30 будет заседание. Также, конечно же, призываем вас обратить внимание на данное событие и контролировать в этот момент свои позиции более пристально. Помимо этого, завтра ожидается выступление главы Центрального банка Канады, Полоза. Я думаю, что это событие даст определенные ответы на вопрос по поводу дальнейшего поведения Центрального банка Канады. И, как мы знаем, денежно-кредитная политика Канады, она чаще всего очень сильно соответствует именно денежно-кредитной политике США. Поэтому всегда можно было провести определенные параллели. И за исключением того, что на курс канадского доллара все-таки влияют еще котировки нефти очень сильно, во многом денежно-кредитная политика США и Канады очень между собой похожа. Поэтому, опять же, если есть такая возможность, советуем вам посмотреть данное выступление, либо ознакомиться с его основными тезисами, которые, я думаю, в среду мы в любом случае также разберем, после уже самого выступления. В среду утром мы с вами разберем, но все-таки, конечно же, если вы хотите быть в курсе событий, лучше посмотреть его либо в виде стенограммы, например, либо какие-то тезисы, как я уже и обозначил, после самого выступления, чтобы, опять-таки, составить определенное мнение относительно того, что будет происходить в среду на заседании ФРС именно США. Переходим к среде. В среду, вот как мы и говорили, да, будет сразу публикация двух ставок ЦБ. Прежде всего мы говорим о, конечно же, заседании ФРС. Относительно этого уже было очень много сказано. И поэтому хотелось бы подробнее заострить внимание на публикации из Японии. Рано утром, как обычно, да, по московскому времени, будет публикация ставки именно японского регулятора. Также нужно отметить общий тренд, да, либо происходит небольшое понижение, как в России, но это, скорее, исключение из правил, потому что понижение ставки в России назрело уже довольно давно, поэтому это, скорее, такое внетрендовое, да, решение. Все-таки общий тренд сейчас центральных банков остается следующим. Оставление ставки без изменений, по крайней мере, в сентябре. Если мы говорим о более глобальном принятии решений, то видим, конечно же, постепенное снижение этих ставок. Последовательно происходит, особенно это видно, например, в Японии, а также Евросоюза и Банка Швейцарии, да, которые уже добрались даже до отрицательных значений процентных ставок. Но вот Россия здесь несколько в ином разрезе видится, да, и как уже я сказал, ставка в России несколько завышенная, выглядит уже довольно давно, и, конечно же, понижение было прогнозируемым, но оно не вписывается в такие общие тренды, в общие направления, которые сейчас существуют. Не забываем, что в среду, как обычно, будут в 15.30 опубликованы запасы нефти. Это также обычно предоставляет отличную возможность для заработка, потому что можно быть уверенным в том, что будет повышенная волатильность, волатильность независима даже от самих публикаций. Говоря о нефти, мы уже также отмечали, и подчеркнем еще раз то, что это крайне спекулятивный инструмент, который в последние месяцы, а может быть даже и на протяжении последних лет, очень слабо коррелирует, нужно сказать, с фундаментальными основаниями, да, с фундаментальными факторами, потому что, несмотря на то, что все говорят о дисбалансе между спросом и предложением по рынку нефти, да, это не мешало, ничуть не мешало его довольно сильному продолжительному росту на протяжении, ну, примерно полугода, да, вот стартового, и затем уже мы наблюдаем на протяжении сейчас последних долгих недель, мы наблюдаем боковую консолидацию по данному активу. Поэтому, опять же, прогнозировать поведение нефти с точки зрения фундаментального анализа, пожалуй, даже занятие уже и неблагодарное, потому что, опять же, там есть своя история, да, поведение крупных участников рынка, которые так или иначе влияют на эти события, помимо этого, конечно же, очень большое значение имеют политические факторы, да, в отношении котировок нефти. Опять же, технический анализ и основные уровни мы рассмотрим ближе к концу сегодняшнего брифинга. Что касается четверга, то в четверг будет, пожалуй, что вот последнее, да, из таких значимых важных заседаний центральных банков, и вот подойдет к концу этот уже двухнедельный цикл, да, заседаний ЦБ. Свои решения будет озвучивать банк Новой Зеландии, поэтому, опять же, четверг можно понаблюдать за парой новозеландский доллар с основными конкурентами, да, это прежде всего американский доллар, и, опять же, все прогнозные ожидания сходятся на том, что никаких изменений там не будет, все останется без каких-то изменений, поэтому, опять же, только в случае каких-то крайне неожиданных событий, да, можно будет увидеть изменение процентной ставки, но если это состоится, то будет, конечно же, крайне сильный импульс, да, в ту или иную сторону. В четверг будет выступление Марио Драги, вот это то, на чем также стоит сконцентрироваться. Почему? Потому что вопросы монетарной политики еврозоны последнего времени вызывают очень много сомнений и также неясности, да, вот как раз-таки, если мы говорим о таком аналоге, может быть, да, черной пятницы, вы помните, да, позапрошлую пятницу, когда очень сильно обвалился S&P 500, да, американский индекс, также упала нефть и основные валютные пары по отношению к доллару, да, и вот отчасти одним из следствий, точнее, одной из причин этого снижения, многие называли непоследовательную политику именно Евросоюза, да, которая вот раскачивает общую ситуацию, да, и вводит такой элемент нестабильности по отношению к финансовым рынкам в целом. Вот, и поэтому, конечно же, очень нужно пристально понаблюдать за тем, что же скажет Марио Драги, потому что и главный, опять же, здесь вопрос в том, насколько сильно будет продолжаться количественное смягчение, да, вот, насколько еще много денег может быть потрачено на стимулирование экономики еврозоны, опять же, исходя из этого, можно будет сделать вывод относительно основных индексов, да, Европы, потому что если мы услышим, что будет продолжена политика накачивания, да, деньгами экономики еврозоны, то это будет, конечно же, хорошим сигналом для продолжения роста индексов европейских, прежде всего, немецкого, да, DAX, а также французского индекса, вот, это те в основном инструменты, которые чаще всего торгуют наши клиенты, и мы в том числе, вот, поэтому, опять же, с большим нетерпением ждем выступления Марио Драги. Говоря о пятнице, каких-то, также, особо важных событий не предвидится, лишь коротко обозначу, что будет публикация индекса деловой активности по Германии, опять же, что может стать следствием выступления Марио Драги, да, можно провести некоторые параллели между двумя этими событиями, а также индекс потребительских цен в Канаде будет опубликован, вот, на текущей торговой неделе, да, может быть, даже паре канадский доллар и американский доллар стоит уделить больше времени, нежели обычно, да, в силу того, что и публикаций новостных также будет несколько больше, нежели это обычно бывает. Теперь перейдем к техническому анализу, можем увидеть, как в прошлую пятницу, да, уже то, о чем говорили в начале нашего брифинга, существенное снижение наблюдалось как по паре фунт-доллар, так и по паре евро-доллар, и сейчас мы наблюдаем некоторый откат, некоторую коррекцию, как долго он будет продолжаться, будет зависеть от поведения пары вблизи основных уровней поддержки либо сопротивления. По паре евро-доллар таким уровнем выступает 1.1175, это уровень сопротивления, лишь пробив который сверху вниз, мы можем рассчитывать на продолжение коррекции вплоть до уровня 1.1205. Вот именно так это будет выглядеть, поэтому вот особое внимание опять же уделим данному уровню сопротивления. Опять же пока что происходит отбой от этого значения и более вероятно выглядит продолжение снижения, да, то есть сейчас можно открывать сделку с относительно коротким стоп-лоссом на продажу, но в случае пробоя уже обозначенного уровня, да, вы можете видеть его на часовом графике, там было уже три касания этой отметки, можно будет переворачиваться, открывать сделку на покупку. Вот это что касается именно пары евро-доллар. Аналогичная ситуация по британской валюте, однако британская валюта, вот если смотреть на часовой график, выглядит все-таки несколько сильнее, нежели европейский конкурент, да, и по паре фунт-доллар куда более вероятно выглядит продолжение отката, да, отката того движения, которое было в пятницу. Что касается нефти, то здесь также можно говорить о некоторой перемене настроений, да, именно если мы рассматриваем техническую картину, да, рынка. Сегодня произошло открытие с небольшим гэпом вверх, причем этот гэп, если вы опять же откроете часовой график цены, можете увидеть, что этот гэп и открытие состоялось уже за рамками нисходящего тренда, что является очень интересным аспектом, да, всю прошлую неделю практически формировался нисходящий тренд по нефти. И вот сегодня понедельник, начало новой недели, мы видим, что открытие происходит с гэпом, и более того, открытие происходит за пределами этого нисходящего тренда. Конечно, можно здесь опять начать говорить о том, что вполне сейчас вероятен, по крайней мере, локально рост этого актива, и дневной график, по крайней мере, не противоречит данному утверждению, поэтому будьте осторожны, если у вас еще остались позиции на продажу, да, возможно, стоит чуть перенести стоп-лосс, либо задуматься о закрытии позиции. Ключевым уровнем будет являться отметка 46,7, а также 46,8. Вот именно эти уровни сопротивления сейчас являются основными для нефти. Что касается золота, то здесь картина несколько более непонятна. Здесь открытие произошло именно в границах того нисходящего тренда, который формировался также всю прошлую неделю, поэтому говорить о развороте по золоте можно с куда меньшей вероятностью, но, тем не менее, также нужно отметить то, что актив находится вблизи своего очень важного ключевого уровня сопротивления, от которого можно выстраивать свою торговлю уже сегодня, как раз таки, когда не будет публикации каких-то важных фундаментальных событий. Поэтому, опять же, наблюдаем за выходом, либо не выходом золота из своего нисходящего канала, нисходящего тренда. На этом, пожалуй, сегодняшний брифинг хотелось бы завершить. С нетерпением ожидаем всех тех событий, которые были озвучены, успехов в торговле и увидимся совсем скоро. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok